Добрый день, меня зовут Ренич Ивановна. Я хочу представить свою работу, нашу совместную работу с колонином Антоном Германовичем «Интерпретируемая модель выявления когнитивных искажений в текстах на естественном языке». Немного расскажу о нас. Я студентка механика математического факультета НГУ, заканчиваю бакалавриат. У меня есть статья на этапе публикации по этой работе, у меня есть участие в двух конференциях и публикация тезисов по этой работе. Мой научный руководитель, он кандидат технических наук и ведущий специалист НГУ. У него около 67 публикаций и несколько реализованных проектов по схожей тематике. Итак, сейчас я расскажу про влияние текстовых манипуляций на поведение человека и обозначу важность того, почему здорово находить когнитивные искажения. Когнитивные искажения и манипуляции тесно связаны. Итак, манипуляции. В современном мире в условиях нестабильной глобальной ситуации, широкой доступности интернет-ресурсов и общего повышения уровня жизни людей, люди потребляют большое количество информации каждый день. И существенное количество этой информации содержит манипулятивные тексты, которые как-то негативно влияют на психическое состояние человека и влияют также на его суждение. В условиях виртуального пространства отличать достоверную информацию от ложной гораздо сложнее, потому что мы не можем видеть эмоциональную окраску, голос, тональность, мы не можем видеть жесты, мимику, собеседника и так далее. В этом есть сложность. Итак, насчет влияния текстовых манипуляций на поведение человека. На данном слайде есть два примера, которые показывают это. Первый пример – это то, что одна фейковая новость, опубликованная в Твиттере 11 ноября 2022 года, которая звучит как «Мы счастливы объявить, что инсулин теперь бесплатный», привела к падению акций компаний, производящих инсулин, как минимум на один день. Второй пример на слайде – это эксперимент наших коллег из Фейсбука, которые искусственно меняли среднее настроение в новостной ленте пользователей, искусственно повышая или понижая его за счет подмешивания в новостную ленту больше позитивного или негативного контента. Соответственно, те люди, которые видели больше позитивного контента в своей ленте, начинали постить больше позитивного контента. А те люди, которые видели больше негативных новостей, начинали сами публиковать больше негативных новостей. Исходя из этих примеров, эти примеры предназначены, чтобы я показала важность выявления манипуляций в тексте. Причем здесь когнитивные искажения как раз таки потому, что когда мы выявляем когнитивные искажения в тексте, мы можем понимать, есть ли в них манипуляции. Потому что высокий уровень когнитивных искажений соответствует высокому уровню манипулятивности текста. И мы все говорим, что такое когнитивные искажения. В общем, что это вообще такое? Сам термин введен Аароном Беком впервые, создателем когнитивно-поведенческой терапии. И когнитивные искажения – это систематические ошибки в мышлении, которые негативно влияют на жизнь человека. Они искажают его суждения и мысли. И также влияют на принятие решений. В зависимости от школы когнитивно-поведенческой терапии выделяют от 10 до 20 когнитивных искажений. Мы будем использовать 12 штук. Еще одну метрику, которую я отнесу к когнитивным искажениям, их будет 13. И разберем на примере. Навешивание ярлыков. Это такое когнитивное искажение, когда человек, совершая ошибку, называет себя глупым, тупым, ничтоженным и так далее. Вместо того, чтобы признать, что это всего лишь одна ошибка и нужно принять это и двигаться дальше. Или, например, катастрофизация. Когда человек совершает ошибку, он представляет себе самые ужасные последствия этой ошибки и совершенно точно уверен, что именно они произойдут. Например, я опоздал на работу, все, это конец, теперь меня точно уволят. И также он склонен преуменьшать свои положительные достижения. Например, да, действительно выиграл конкурс, но это не имеет никакого значения. Основной задачей нашей работы является автоматизация поиска этих когнитивных искажений. Есть нерасетевые модели, которые решают данную задачу. Однако выборка для обучения этих нерасетевых моделей очень маленькая. Я дальше расскажу, что мы нашли всего два датасета на английском языке. Ни одного на русском и один на китайском. Это все, что есть в открытом доступе. И, кроме того, это неинтерпретируемые модели. То есть мы не можем верифицировать результат. Мы не знаем, почему результат такой. Если он нас не устраивает, мы ничего не можем с этим сделать и понять, почему это происходит. Итак, нашей задачей является создание интерпретируемой модели выявления когнитивных искажений в текстах на естественном языке. Чтобы решить эту задачу, мы создали словари, содержащие речевые паттерны и ключевые слова, ключевые фразы для каждого из когнитивных искажений. Все словари на английском языке. И дальше мы адаптировали модель Agents, моего как раз таки с авторой, научного руководителя, Калайна Антона Германовича, под эти 13 когнитивных искажений. Сама модель изначально использовалась для выявления позитивного и негативного сентимента, также противоречивости текста. И это было создано для новостей. То есть здесь на слайде как раз видно, что алгоритм выявляет, эта новость позитивная, негативная, на какой процент она позитивная или негативная, желтым цветом обозначен интерес, и синим это нейтральность. Также алгоритм мог собирать новости в темы и смотреть тональность конкретной тематики. Важной особенностью алгоритма, который мы используем, является то, что мы используем не бинарную классификацию, есть искажения, нет искажения, или там есть положительный сентимент, нет положительного сентимента, а непрерывную шкалу оценки от нуля до единицы, которая как раз таки свидетельствует о выраженности искажения или эмоции. В данном примере видно, как алгоритм как раз таки считает позитивный, негативный сентимент и противоречивость. То есть, например, «Прекрасная погода», очевидно, позитивное высказывание, противоречивости никакой нет, все хорошо. Ужасный фильм, очевидно, негативное высказывание, тоже никакой противоречивости нет. А выражение «Мне не нравится ездить на работу, но я рад, что она приносит мне хорошие деньги», здесь есть как позитивная составляющая, так и негативная, и, соответственно, противоречивость тоже есть. На вход нашего алгоритма поступают предложения или несколько предложений, какие-то фразы, которые разбиваются на n-граммы. Также учитывается порядок n-граммы n как количество слов, в нее входящих. И используется принцип приоритетности. Вторая важная особенность нашего алгоритма. Принцип приоритетности представляет собой правило, по которому, если тетраграмма «not a bad thing» находится в каком-то словаре, то биграмма «bad thing» и униграмма «n» игнорируются. Униграмма «bad» игнорируются. Соответственно, на основе чистоты нахождения n-грамм в соответствующих словарях для каждого когнитивного искажения мы выводим какое-то число от нуля до единицы, соответствующее интенсивности выраженности когнитивного искажения в тексте. Таким образом, на выходе нашего алгоритма мы получаем 16 таких чисел от нуля до единицы, которые соответствуют выраженности когнитивного искажения одного из 13 или трех дополнительных метрик, которые мы взяли из алгоритма «agents» позитивного сентимента, негативного сентимента или противоречивости. Создав данную модель, мы решили проверить ее точность, соответственно, начали искать датасеты. Как я уже обозначила, мы нашли всего два датасета на английском языке, ни одного на русском, один на китайском, соответственно, работать начали с английскими датасетами. Ссылки на них представлены на слайде, мы их обозначили, соответственно, first dataset и second dataset. Итак, первый датасет имеет такой вид, у него есть колонка, содержащая… Мы исследовали датасеты, которые идут в коммуникации пациента и терапевта в рамках психологической помощи, потому что там наиболее ярко это видно, это размечено, это выделяется. Соответственно, у нас есть колонка с запросом пациента терапевту, которая содержит или не содержит какое-то когнитивное искажение. Есть колонка distorted part с частью этого предложения, которая содержит когнитивное искажение или не содержит вообще ничего, потому что искажения нет. Соответственно, колонка dominant distortion с доминирующим искажением, которое наиболее выражено. И колонка secondary distortion optional, которая может принимать значение null и которая соответствует кому-то второму выраженному когнитивному искажению, если оно есть. Исследование, на которое мы ссылаемся, также приведено на слайде. И мы будем сравнивать наши результаты с полученными у них. Итак, у нас есть датасет. Мы привели его значение к удобному для нас виду и посмотрели матрицу корреляции. Матрица корреляции, очевидно, не очень хорошая. Она почти вся синяя, значения близки к нулю. Соответственно, никакой линейной связи между полученными у них результатами и полученными у нас нет. Поэтому мы решили посмотреть нелинейные связи и использовали F-бета-метрику, формула также на слайде. И с результатами, ну вот, той же матрицы корреляции и дальнейшими результатами можно ознакомиться по ссылке ниже. Итак, мы привели результаты, полученные в исследовании, к удобному для нас виду и начали сравнивать их с нашими результатами с помощью F-бета-метрики. Так, здесь мы сравниваем, мы взяли колонку домино-дисторжен, и если есть хоть какое-то искажение, мы ставили единичку, если нет никакого искажения, то ставили ноль. И сравнивали это с нашими непрерывными метриками. Но так как метрики у нас непрерывные, а классификацию, которую мы провели, она бинарная, то мы делали бинарную классификацию наших непрерывных результатов с учетом порогового значения. Пороговые значения обозначены внизу, мы их брали от 0,1 до 0,9, и смотрели также значения F-бета-метрики с параметрами бета от 0,1 до 0,9. Здесь у нас вообще всего получилось 10 тепловых карт, но я взяла две как наиболее показательные. Здесь лучший результат представлен для негативной эмоции при значении бета равном единице, это правая тепловая карта, лучшее значение 0,778. И этот результат очень близок к результату из исходного исследования 0,79. Также видно, что при уменьшении значения бета, F-бета-метрики, в целом общие показатели улучшаются. Это связано с тем, что... Нет, не это связано с тем, это уменьшает ложноположительные результаты, что вообще говоря, хорошо для медицинской сферы, если мы говорим о выявлении когнитивных искажений для тех же терапевтов, психотерапевтов. Дальше мы решили сравнить, насколько мы предсказываем когнитивные искажения именно классифицируемых, насколько есть связь между нашими когнитивными искажениями и теми, которые есть в исследовании. Как видно по всем синим 10-ти тепловым картам на слайде, связь даже нелинейная, достаточно плохая. Однако при уменьшении порогового значения хоть что-то становится лучше, то есть значения уже не равны нулю. И поэтому мы решили еще уменьшить порог и взять его не от 0,1 до 0,9, а от 0,01 до 0,9. Да, наша гипотеза оказалась верна, значения стали лучше, однако они все еще достаточно плохие. Самые лучшие результаты мы достигли для искажения mindreading, это чтение мыслей, и overgeneralizing, это чрезмерное обобщение. И значения равны 0,251 и 0,211. Это близко к тому, что есть в исследовании, у них 0,3 получилось для когнитивных искажений. Переходим к следующему датасету. Он выглядит гораздо проще. У нас есть только одна колонка с текстом и есть вторая колонка с разметкой этого текста. Соответственно, есть когнитивное искажение или нет когнитивного искажения. Мы здесь уже привели к удобному для нас виду, обозначили, как есть когнитивное искажение, единичка, нет когнитивного искажения, ноль. И также посмотрели матрицу корреляции с нашими метриками. Она, опять же, была достаточно плохая, поэтому мы смотрели F-бета-метрику. По той же логике действуем, однако результаты здесь уже лучше. Самое лучшее значение – это 0,979, что достаточно хорошо. Также достаточно хорошо себя показывают метрики противоречивости, позитивного сентимента, негативного сентимента, утверждения должностования и дихотомического мышления, как раз-таки черно-белого мышления. Таким образом, мы создали интерпретируемую модель для анализа, есть когнитивное искажение или нет когнитивного искажения в тексте, и также которая хорошо проверяет наличие положительного, отрицательного, противоречивого утверждения и также утверждения должностования. В будущем мы хотим сделать датасет на русском языке, опять же, потому что сказала, что на русском языке не было вообще никаких датасетов, и адаптировать нашу модель для русского языка. Кроме того, мы собираемся использовать алгоритмы машинного обучения на том датасете, который мы создадим, и на тех датасетах, которые будут доступны в общем доступе на тот момент, когда мы этим займемся. Я благодарю вас за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы. Так, вопросы. Давайте. Добрый день, я Дмитрий. И вот, в общем, у меня два вопроса, наверное. Первый. Не пробовали, если не пробовали, почему не попробовали просто с машинным переводом сходить в эту модель, ну, имеющихся английских датасетов. И второй вопрос. Я на примере, на шлайде увидел слова, вот этот, not a bad thing, вот, а в докладе прозвучало энграммы. Вот хочется уточнить, это энграммы были или слова целые. Благодарю за вопрос. Отвечу сразу на второй. Это и есть энграмма. То есть, not a bad thing, это энграмма, где n равно четырем, и, соответственно, в ней четыре слова. Я не знаю, я ответила на вопрос? Ну, энграммы, это обычно четыре буковки. Нет, у нас энграмма, это по словам, если я сама все правильно понимаю, по количеству слов, входящих в энграмму. А первый вопрос можете напомнить, пожалуйста? Про машинный перевод. Как там в лоб с машинным переводом, имеющихся в сосредоточении модели? Мы не пробовали, потому что есть сложные, трудность такого плана, что под русский язык нужно делать более объемные словари, потому что есть вот эти тонкости перевода, что у нас, грубо говоря, одно английское слово, это 10 наших. Есть такая трудность. и, ну, это, скорее, трудность именно со словарями. В плане перевода самого датасета, наверное, трудностей не будет. есть еще вопроса к докладчику? Ага. А можешь пояснить, еще раз, по-другому моменту, что в том сваде я не совсем понял, зачем нужно было вот этот вот нот, бэт, типа, как я понял, вот скажи, правильно ли я понял, что ты тем самым хотел, грубо говоря, нот перечеркнуть, бэт перечеркнуть, да? Когда мы ноты используем. Ну, здесь, скорее, имеется в виду, что если у нас находится в каком-то словаре вот эта тетраграмма not a bad thing, то другие тетраграммы игнорируются. То есть здесь, ну, грубо говоря, если у нас все неплохо, то слово плохо будет игнорироваться. И неплохо, то есть, ну, хорошо. Хорошо, спасибо. А, ну, несмотря на такой случай, что может стоять запятая и но, и тогда все перечеркивается, в принципе. То есть, грубо говоря, ты сейчас нот перечеркаешь, но сказала, типа, бэт, это хорошо на самом деле, мы ее игнорируем. Под запятая стоит но, и дальше у тебя все равно плохой акцент какой-то делается. Потому что обычно мы так говорим, когда не хотим, там, обидеть, например, кого-то. Мы говорим, ну, в принципе, работа неплохая, но, и потом говорим все, что плохое, думаем о человеке. Очень интересный вопрос. Ну, вряд ли это здесь учитывается. Я, если честно, этого не знаю, потому что мы использовали адаптированный алгоритм. Поэтому вот такой тонкости я не знаю. Но, скорее всего, не учитывается. Все, спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Я начало доклада, к сожалению, пропустил. Раньше начали, видимо. Вот, в каком подходе вообще эти когнитивные искажения рассматривались? Я так понимаю, что датасет, он психологами оценен этот? Да. Ага. А вы какую-то разницу подходов там рассматривали? То есть, вообще с психологами сотрудничали, вы лидировались как-то? Именно в этой работе нет, но когнитивные искажения это достаточно универсальная метрика, и психологи в разных подходах как бы используют ее одинаково. У меня есть второе образование психотерапевтическое. Это стоит рассмотреть подробнее. Можете пояснить, пожалуйста? Возможно, я не видела каких-то неточностей. Есть разные школы психологические, разные подходы. Вот когнитивно-поведенческая терапия, она значительно отличается от других там гуманистических подходов. Вот. И здесь очень много ну такой оценки, которая от школы зависит. Будет. И вот было бы интересно, наверное, и полезно для вас с живыми психологами. Вы из НГУ? Да. Вот у вас там есть второе высшее, прекрасные преподаватели. Вот. И с ними можете пообщаться наверняка. Второе высшее по психологии, по психотерапии. Вот. Потому что здесь очень-очень тонкий момент. Вот именно в психологии, психотерапии смыслы. то есть вот эти оттенки смыслов выяснить и оттенки диагнозов, да, определений каких-то. Вот. И вы еще с этим столкнетесь, когда будете пытаться переводить. Машинный перевод здесь я даже не представляю, чем делать. Вот. В том числе для корпуса русских, например, текстов, опять же, вот есть психологи НГУ. Я думаю, что у них найдется это в большом количестве. Хорошо, благодарю. Простите, меня зовут Леонид. Я немножко не понял из доклада. Вы брали датасет, фраз, в которых абсолютно точно есть когнитивные искажения, да? Не обязательно. Были фразы, которые не содержат когнитивные искажения. Ага. То есть и ваш алгоритм показывает на тех фразах, где нет искажения, что там его нет. А там, где есть, он согласен с психологом. Все верно. Там он есть. Спасибо.